А нашу программу мы начинаем с постоянной рубрики «Коротко, а важно». В Московской области продолжается работа по формированию общественных палат муниципалитетов. До 31 марта проходит первый этап выдвижения кандидатов. В соответствии с требованием доступности и комфортности работы, пункт приема документов организован в Дворце культуры «Чайка». Часы работы по будням с 9 до 18.00, перерыв с часу до 2. В субботу рабочий день с 10 утра до 14.00, без перерыва. Уже поступило более 20 заявлений от кандидатов. Напомним, что состав палаты 30 человек. Второй этап формирования общественной палаты – обсуждение выдвинутых кандидатов с 1 по 30 апреля. И третий этап – отбор и утверждение членов общественной палаты с 1 по 30 мая. Срок полномочий нынешнего состава истекает в июне – день проведения первого пленарного заседания нового состава общественной палаты. Итоги уборки улиц от снега и льда в Подмосковье отразились в рейтинге муниципалитетов. Его составил и опубликовал Госадомтехнадзор. Муниципалитеты разделили на 4 категории в зависимости от степени урбанизации, территориального развития и прочих особенностей. Каждый муниципалитет оценивался по 30 критериям. Лучшими, как и в прошлом году, остались в своих группах Мытища, Долгопрудный, Шаховская и Электрогорск. Ловня в своей четвертой группе городов заняла третье место из 21. Впереди Электрогорск и Бронницы. Напомним, что в прошлом году город в зимнем рейтинге уборки был на шестом месте. Пять лучших учителей 2017 года выберут в Московской области на конкурсе «Учитель года», который будет проходить на базе Губернского колледжа в Серпухове в последнюю неделю марта. 62 учителя примут участие в областном конкурсе в номинации «Учитель года Подмосковья-2017». Областной конкурс пройдет с 26 по 31 марта. От Ловни в конкурсе принимает участие Светлана Грицук, «Учитель русского языка и литературы школы номер 8», ставшая победителем в городском этапе конкурса. Соревнования будут проходить в два этапа. По итогам конкурса победитель получит 300 тысяч рублей. Четыре лауреата по 150 тысяч рублей каждый. Результаты будут подведены на Московском международном салоне образования в апреле 2017 года. В апреле также состоится областной этап конкурса «Воспитатель года-2017». Ловню представит на нем Елена Абрамова, воспитатель детского сада «Антошка», победитель городского этапа. Более 300 бесплатных фильмов планируют показать под открытым небом в 40 парках Подмосковья в рамках акции «Летний кинотеатр» в 2017 году. Эта акция впервые прошла в 2016 году и была проведена в 15 муниципальных парках культуры и отдыха, в том числе в Лобнинском городском парке. В этом году парк вновь примет любителей смотреть кино под открытым небом. С мая до конца августа Лобнинцы бесплатно смогут посмотреть фильмы «Дорога на Берлин», «Иван-Царевич и серый волк», «Крякнутые каникулы», «12 стульев», «Любовь и голуби», «Синбад», «Пираты», «Семи штормов», «Большой собачий пробег», «Три богатыря» и «Морской царь». Более 680 сирот обеспечат жилье в Московской области в 2017 году. На эти цели выделят 1 миллиард 700 миллионов рублей. Как сообщила Ольга Петрова, главный специалист отдела опеки и попечительства Московской области по городам Лобни и Долгопрудной, в Лобни три человека из числа сирот будут обеспечены жильем. Очень хочу подчеркнуть, что жилье получают только те дети, которые либо не имели изначально жилого помещения, закрепленного за ним, или в котором не было сохранено у них право пользования, либо это дети, которые были по ряду причин зарегистрированы, например, в чужом помещении, собственником которого является абсолютно посторонний человек, либо проживание в данном жилом помещении невозможно по определенному ряду причин. В этом году у нас трое детей, которые имеют право и которые будут обеспечены жилыми помещениями. Более 1800 школьников и выпускников прошлых лет в Подмосковье примут участие в досрочном этапе сдачи единого государственного экзамена. Досрочный этап сдачи ЕГЭ 2017 года длится с 23 марта по 14 апреля. В досрочной сдаче экзаменов примут участие трое лобнинцев. Один выпускник этого года и два выпускника прошлых лет. В прошлом году в досрочный период сдачи ЕГЭ в регионе работал один региональный пункт – проведение экзаменов. В этом году созданы четыре пункта в школах в Балашихе, Химках, Мытищих и Броницах. В Подмосковье стартовал месячник благоустройства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в целях формирования комфортной городской среды и подготовки к летнему периоду объявило о начале месячника благоустройства, в рамках которого на территории региона будет проведено два областных субботника. Подготовительный субботник пройдет 8 апреля и общеобластной субботник 22 апреля.